Вечером во вторник в Краснофлотском районе разбойному нападению подверглась пенсионерка, которая возвращалась домой. 65-летняя горожанка шла по улице Тихоокеанской вдоль забора 10-й городской больницы из магазина. Молодого человека, который шел ей навстречу по тротуару, видела, но, естественно, не ожидала, что прохожий набросится на нее с ножом. Женщина пыталась отбиваться и выяснить, чего от нее хочет незнакомец. Что тебе надо? Дай 100 рублей. И все, и душить стало меня. Злоумышленник отобрал у пенсионерки сотовый телефон. Скрыться налетчик не успел. Возьми на газоне заметили сотрудники вневедомственной охраны, которые патрулировали район. Выскочили из машины, увидели лежащую женщину и стоящего рядом молодчика. Тот сходу попытался запутать патрульных. Стал кричать, что это его мать, ей плохо, нужно срочно вызвать скорую помощь. Выяснилось все в минуту. Улизнуть нападавший не успел. Нет, ложку все же вызвали. Женщина была в крови. Горожанка поранилась во время борьбы с налетчиком. Пытаясь отнять у него нож, порезала левую руку. К тому же медики заподозрили перелом кисти. Тем временем полицейские занялись установлением личности подозреваемого. Через несколько минут они уже располагали целым досье. Оказалось, 25-летний фигурант уже неоднократно был судим за угоны, кражи и разбой. Из колонии вышел неделю назад и, не зная, чем заняться на свободе, решил снова зимовать на нарах. Почему решили снова заняться преступной деятельностью? Понравилось. Все, не считаю, нужно отвечать. Вы у женщины что хотели? У нее столб, не взяли телефон. Вообще ничего не хотел. Работала с... Хотел заехать обратно. Куда заехать? В тюрьму. Сомнений в том, что это желание будет исполнено, ни у кого не возникает. Уже сейчас фигурант находится в следственном изоляторе. Рецидивисту за разбой грозит совершенно реальный срок. С места происшествия Полина Хромцова, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.